Всем парк привет, мои дорогие, и очень, 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 очень рада вас видеть на своем канале. У нас сегодня будет такое судилище дома Миколев. И если вам интересно, о каких ароматах я вам расскажу, то оставайтесь со мной. Дом Миколев это у нас якобы нишевый дом, но я его таковым не позиционирую и не считаю. Прошу не обижаться на меня тех, кто любит ароматы этого дома. Все крайне индивидуально, и я с большим уважением отношусь к вашему мнению. Давайте сначала поговорим об ароматах из их линейки Secrets of Love. У меня есть три пробника, и начнем мы с аромата, который называется Spiritual. И здесь у нас, на мой взгляд, прежде чем я зачитаю вам ноты, я хочу вам рассказать, что я в нем слышу. Я его не буду наносить на себя, потому что ароматы достаточно яркие, броские, и они будут глушить друг друга, если я начну их наносить вот просто на себя. Потому что я пробовала их наносить на салфетки, на блотеры, и они звучат по-другому, иначе, чем на коже. А на кожу наносить, как вы поняли, я не хочу. И это для меня ягодно-мускусный аромат, в котором очень яркая нота перца, розового перца. Очень часто розовый перец может несколько удешевлять композицию. И это то, что здесь происходит, на мой взгляд. Он такой солоноватый. В нем сначала проступает вот эта вот ягодность, какая-то мускусность. Потом появляется несоленость. Потом кислинка какая-то в нем выходит. И в итоге все заканчивается чем-то солено-ягодным. И ваниль здесь, на мой взгляд, кондитерская. В общем-то, в целом направление аромата такое, скажем, ягодное, солоноватое, кисловатое. И в принципе, несколько неопределенное для меня. Как афоничное, если можно так сказать. По нотам у нас здесь розовый перец, бергамот, жасмин, белый кедр, бензоин, ваниль и серая амбра. Я, в общем-то, убеждена, что здесь не серая амбра. И они каким-то другим аккордом попытались передать вот эту вот некую солоноватую минеральность серой амбры. Но получилась просто какая-то соленая нота. Приправленная ягодами, жасмином, который здесь не медовый. И кедр немножечко слышен. Но в целом, как я уже сказала, композиция для меня какая-то непонятная. Непонятная. Она мне напомнила сразу два аромата. В старте она мне напомнила долину. В которой ягодность хоть и химозная, но она хотя бы последовательная. И такая яркая, очень откровенная. Так, знаете, декольте по пояс. Но в своем раскрытии этот аромат стал мне напоминать Кензо Уорлд. Желтый глазик, вот этот, в котором тоже есть вот эта вот соленость. Они, конечно же, разные. Кензо Уорлд, он, в принципе, более насыщенный и настырный. Николя все-таки потише, сперечу, потише. Но направленность у них одна и та же. И в целом аромат мне не понравился. Тем более от дома, который считает себя нишевым. Я поставила ему достаточно низкую оценку. Вам скажу 2,5. Извините, абсолютно не моя тема. Здесь розовый перец. Здесь просто передоз этого розового перца. Очень химозный аккорд серой амбры и кондитерская ваниль. И соленость здесь какая-то совершенно, на мой взгляд, неуместная. Которая еще параллельно сосуществует с кислинкой. В общем, как-то всего много и не слаженно. Вторым ароматом станет у нас аромат, который называется гурме. Как они пришли к мысли назвать этот аромат гурме, я до сих пор не поняла. Потому что то, чем он мне пахнет, можно описать следующим образом. Это покрышки вымазаны сгущенкой. Это по первому впечатлению. Вернее, по первым нотам в его старте. Далее появляется довольно интересная нота каштанов. Она явственная, она слышна. И она очень приятная. Горчинка такая ореховая. Ореховая. Терпкая. И в итоге все это для меня сложилось в картину какой-то подгнивающей скамейки в парке, в городском парке, в котором растет много каштанов. И вот в сезон, когда эти каштаны, вернее, не каштаны там растут, а дубы. У нас на дубах каштаны. И вот эти каштаны падают или желуди. Господи, я запуталась. Короче, дерево, на котором растут каштаны. И вот именно в ту пору, когда эти каштаны падают. Вот такая вот картинка у меня появилась. И все это еще сопровождается запахом такого горелого асфальта. Знаете, если едет машина очень быстро и резко затормозила, вот этот вот запах паленой, разогретой резины, протертой по асфальту. Это именно тот запах, который для меня есть в этом аромате. В общем, это что-то очень-очень странное. И я себе написала, что пятерку ставлю им за образ и двойку за носибельность. Потому что я такое носить никогда не смогла бы. По нотам у нас в нашем гурме. Ладен, малина, каштан, кожа, фиалка, ваниль, уд и лапданум. Это очень странная композиция. Однозначно ни на что не похожа. Я такого не слышала. Поэтому пять за образ. Вот этой вот подгнившей скамейки в парке с каштанами. Но носить такое только под угрозой расстрела. И то не факт. Видите, такое немножечко у нас разгромное видео получается. Но я не могу вам врать. Вот то, что думаю, то и говорю. Следующим ароматом у нас будет аромат, который называется Сеншоу. И вот тут все уже получше. Тут у нас в Сеншоу у нас лимон, гальбана, мускатный орех, грейпфрут, жасмин, апельсиновый цвет, ваниль. Мускус и сандал. Здесь очень хорошо слышен мускат и грейпфрут. А все это сопровождается горечью гальбанума. И это вытягивает этот аромат с этого дна, на котором оказались для меня два предыдущих. И все это звучит как такая дымчатая, вернее, горьковатая дымка с оттенками жасмина и сандала. Причем сандал немножечко такой клеющий. Горечь, как я уже сказала, гальбанума и мускатный орех и некоторая цитрусовость в этом аромате дает ему воздух. И дает ему все-таки более сбалансированное звучание. Поэтому этот аромат я оценила на четверку. Он неплох. Он мне в принципе понравился. Здесь и сандалы интересные. Он такой молочный. То есть это вот у нас такая, знаете, цитрусовая, слегка пряная сандалово-молочная взвесь. Он не тяжелый. Он не сидит монолитно. Он в принципе где-то даже переливается. Наверное, из всех ароматов, которые я пробовала от этого дома, это, возможно, единственный, который я все-таки приобрела бы. Ну вот, если уж совсем нечего было носить, извините. Я не могу. Я не могу похвалить. К сожалению, не могу. Дальше. Аромат, который знаком очень многим. Это ананда. Ананда очень приятный аромат. Белоцветочный. На, мне кажется, мускусной какой-то подложке. Так я его для себя определила. Он мылит. Он мылит. И этим он мне напоминает ваару. Но в своем раскрытии он запудривается. И вот эта вот пудра становится громче, нежели мыльность. Но в целом это все еще очень приятный аромат. Который, как я уже обратила внимание на то, что он похож на ваару. Но помимо этого, в нем есть что-то и от Елисейских полей. От Герлен. Именно поэтому вот эти вот два аромата стоят у меня здесь. Я их принесла. Не знаю зачем, но принесла. По нотам в нашей ананде у нас... Я тут перекрутила этот скрин. У нас здесь груша, слива, черная смородина, лимон, мимоза, жасмин, фиалка, иланг, иланг, роза. Основа мимоза, беломускус и ваниль. И вот мимоза спасает, на мой взгляд, этот аромат своей вот этой вот горчинкой. Свежей какой-то весенней горчинкой. Не дает ему превратиться в нечто невразумительное. Розы я здесь слышу, но не очень сильно. Аромат мягкий. Аромат достаточно деликатный, женственный. Он может стать приятным спутником на весну и лето. Нежный, цветочный, пудровый и немножко мыльный. Поэтому, в принципе, если вам нравится такое направление, он вполне себе неплох. Теперь мы перейдем к аромату, который называется Монт Парфам Кристалл. И тут снова, тут снова у нас все довольно грустно, на мой взгляд. Здесь у нас розовый перец, корица, болгарская роза, мандагаскарская ваниль, ириска, амбра и мускус. Я вам честно скажу, что звучит он мне химозной розой с корицей. Направление скорее гурманское, но при этом не сладкое. Я видала розы и получше. Поэтому не могу вам его порекомендовать к покупке. Розовый перец здесь не настолько явственен, как в Сеншоу, мне кажется. Но все же он есть, и корица здесь какая-то не коричневая. Хотя именно благодаря ей он еще кое-как для меня сносен. Кое-как, ключевое слово кое-как. И последним ароматом у нас станет аромат студию MP2. И вот тут, и вот тут у меня все плохо. Потому что я категорически его не люблю. У нас здесь персик, дыня, слива, фиалка, ландыш, роза, мускус, ваниль, карамель и пачули. Вот этот флакон. Вот скажите мне, что это? Что это? Почему здесь помада? Почему это такой дешевый пластик? Я даже не уверена, что сам флакон стеклянный. Качество просто ужасающее. Ужасающее. И еще более ужасающий дизайн. И аромат, честно говоря, на мой взгляд, не лучше, чем флакон. Это невероятно химозная вещь. Такой запах я приветствовала бы в шампуне, в мыле для тела. Возможно, даже в каких-то ароматизаторах для помещений. Хотя она вряд ли. Но ни в коем случае не в парфюме. В нем есть какая-то косметичность. Да. Приятная косметичность. Но вкупе с нотами и вообще с аккордами, которые здесь используются, это совсем не то. Я его честно наносила на кожу. И также честно минут через 10 бежала смывать. Потому что это было просто невыносимо. У меня там собака пошла пить водичку. Надеюсь, вам не слишком слышно вот это вот хлюпанье. Он у меня большой. Баденька, иди сюда, покажи какой ты большой. Чтобы все понимали, почему твое питье водички становится небольшим водопадом. Бадюш, иди ко мне, мальчик. Иди сюда, мой хороший. Сейчас он придет, он доползет. Он у меня большой, идет медленно. Иди сюда, мой маленький. Иди ко мне. Бадюш, не хочет ничего снести. Да? Тебе нравится это? Ему тоже не нравится. Вот это вот собакенцы. Если вы слышали его на водопое, то вот почему. Он большой. Нет, нет и нет. Как он ко мне попал? Совершенно случайно. Потому что я увидела его по совершенно смешной цене. 25 долларов канадских. И решила посмотреть, что же за оно. В общем, в итоге вы уже поняли, что дом Миколев абсолютно не является моим любимцем. И я навряд ли когда-нибудь вернусь к тестированию этого дома. Хотя, как говорится, никогда не говори никогда. Если каким-то случайным образом попадутся, попадут ко мне пробники других ароматов. Мне было бы очень интересно попробовать их черную ананду. Ананда Блэк. И насколько я поняла, там очень яркая тубероза. А я неровно душу к этой ноте. Но в целом дом не мой. Не является его поклонником. И решила вам об этом честно рассказать. И ответить на ваш запрос. Рассмотреть аромат этого дома. Я такая вся грустная все это видео была. Ну, потому что не люблю я ругать ароматы. А тут иначе у меня не получается. Извините. Я вас всех люблю. Я вас целую. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok